Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Система контроля за парковкой «Тайфун» работает в Анапе. В Крымске состоялся отчетный сбор атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска. Знакомьтесь, лучший воспитатель Анапы. Победитель муниципального этапа отправится на краевой конкурс. А сейчас обо всем подробнее. Система контроля за парковкой «Тайфун» работает в Анапе. Внешний автомобиль ничем не выделяется. Зато оборудование, установленное в нем, не оставляет незамеченным ни одно нарушение на дороге. Система считывает госномера неправильно припаркованных автомобилей и формирует базу данных нарушителей. Улица трудящихся полностью заставлена автомобилями. Кошке негде проскользнуть. Знак, запрещающий парковку и остановку для водителя этих транспортных средств, не помеха. Скоро и без того узкая проезжая часть станет непроезжей. Некоторые водители и вовсе останавливают машину на перекрестке, чтобы не попасть под знак. Запрещающих знаков в Анапе много, но нарушители не воспринимают их всерьез. Администрация города взяла эту проблему под контроль. С 1 ноября запущен в тестовую эксплуатацию приобретенный прибор «Тайфун». Он автоматически фиксирует нарушения правил остановки и парковки автомобилей. Прибор оснащен системой ГЛОНАСС, определяет местоположение припаркованного транспорта. Транспортное средство проезжает, фиксирует транспортные средства, находящиеся именно на этом участке. Сопоставляет данные со спутниковой системой ГЛОНАСС, обрабатывает их, распознаются номера и дальше уже процесс идет. Разработаны несколько схем маршрута. Один день эвакуатор работает на этих улицах, один день работает эта машина. Особенно любят нарушители район городской больницы, улицы Ленина, Трудящихся и Черноморскую. Любителям оставлять автомобиль в неположенном месте грозит штраф от полутора тысяч рублей. Причем постановление об административном правонарушении будет приходить за каждое нарушение. Камера покажет. Больше всего в этом трагично, что постоянно курортные жители приезжают, им некуда машины ставить. И эвакуаторы приезжают, их одну за одной забирают. Просто надо двух-трехэтажные парковки ставить вместо зданий. Количество автомобилей на дорогах Анапы растет. Вопросом строительства парковок и стоянок давно задачились местные власти. Эти вопросы совместно с управлением архитектуры разрабатываются, включаются в планы работ дальнейшего развития города. И как бы работа идет в этом направлении. Ежедневно новый прибор фиксирует около 70 правонарушений. В перспективе в городе планируют запустить еще несколько подобных систем наблюдения и фиксации нарушений. И к другим темам. По поручению мэра города Сергея Сергеева, специалисты управления муниципального контроля проводят в школах уроки по технике безопасности. Рассказывают ученикам о правилах поведения вблизи стройплощадок. Необычный урок прошел в школе номер 6. Пятиклассники собрались в актовом зале на особенный урок по безопасности. В роли учителей специалисты службы муниципального контроля напомнили школьникам о правилах безопасности. На строительных площадках, вы знаете, очень много строительных машин и механизмов, которые несут повышенную опасность. Пятиклассникам рассказали об оборудовании, ограждении, строительных площадок и опасных конструкциях. Не надо ходить на стройки и не залазить на объекты. Не нужно гулять по тем местам, которые вообще нельзя гулять. Нужно ходить, к примеру, по парку, дышать свежим воздухом, прокуриться с родителем, заниматься полезным делом. Ребята, выслушав лекцию, задавали вопросы представителям власти. Мне интересовало, где это происходит, почему не закрывают стройки, почему некачественный забор хрупкий, через него легко перелить или сломать. Я вообще посоветую не подходить близко к стройкам, даже к забору. То, что все может быть, что кран отцепится и строительный материал полетит вниз. И может даже упасть на забор и задеть ребенка. Анапа – динамично развивающийся курорт. В 2012 году было выдано 506 разрешений на строительство в городе и сельских округах. В 2013 – 941, а за 9 месяцев текущего года уже 900. Кроме того, 56 объектов возведены самовольно, без разрешительных документов. Есть и такие, где строительство не ведется, и каждый такой объект или стройка опасен для детских игр. Специалисты Управления муниципального контроля провели уроки в трех школах. Встречи представителей власти с учениками пройдут во всех средних общеобразовательных учреждениях города-курорта. Продолжаем выпуск. В Крымске состоялся отчетный сбор атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска. Казаки отчитались о работе за год. Опыты напчан высоко оценили и привели как пример хорошо организованной работы. В актовом зале сбор обладателей медалей, шашек и тесненных погонов. Дружные крики «Люба!». Около 600 казаков приехали в Крымск на отчетный сбор атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска. Повестка дня – подведение итогов работы за год. Внесли знамя, исполнили гимн России и родной Кубани, прочитали молитву. Для нас казаков этот год был годом испытания на прочность. Таманский отдел на сегодняшний день представляет 8 районных из 103 казачьих общества. Общая численность Таманского казачьего отдела – 29 310 казаков. Из них казаков, которые взяли обязательство понесения государственной службы – 11 397 казаков. Это без учета вновь созданных обществ. Атаман Иван Безуглый на своем посту с 1997 года. Уважение к нему безграничное и в работе он для всех пример. Отдельной строкой – патриотическое воспитание молодежи. В этом году более 9,5 тысяч детей обучаются в специализированных казачьих классах. Уходящий год для казаков был непростым. Главное событие – присоединение к России Республики Крым. Из тысячи казаков, обеспечивавших безопасность, 700 человек из Таманского отдела. На сегодняшний день он самый дисциплинированный, управляемый и организованный. Это факт. И все, собственно говоря, атаманы казачьих отделов, атаманы района казачьих, общества, которые не входят в состав атаманского отдела, они согласны абсолютно с этим. Вы по всем видам жизни, деятельности и службы кубанского казачества вы первые, вы летели. Спасибо вам за это. Лучше вручили государственные награды. Анапский район прибыл, как и все районы Таманского отдела, в город Крымск, где проходил отчетный сбор атамана Таманского отдела, героев Кубани, казачьего полковника Безуглова Ивана Васильевича. Естественно, казаки признали работу удовлетворительной, потому что она такая, таковая и есть. На сегодняшний день Таманский отдел самый лучший в кубанском казачьем войске. В завершении сбора обсудили перспективы работы на будущий год. Заседание Совета опеки в администрации города на этот раз было торжественным. От имени главы города-курорта Сергея Сергеева мамам, воспитывающим приемных детей, вручили благодарности. Повод самый добрый – праздник День матери. В 206 анапских семьях воспитываются 179 приемных детей. Еще 160 детей находятся под опекой. У каждой из этих семей своя история, но объединяет их одно – для них нет понятия «чужие дети». На торжественном заседании Совета по опеке и попечительству 12 семей Анапы поздравили с одним из самых светлых праздников – Днем матери. Благодарности главы курорта вручили 12 мамам замещающих семей. Людмила Лукьянова работает учителем в сельской школе номер 16. Многодетная мама воспитывает четверых приемных детей. У нас действительно не забывают и внимание города к нам, и помощь во всех отношениях, во всех вопросах, с какими сталкиваемся в жизни. Поэтому настроение замечательное. Заместитель главы Людмила Мурашова, специалист управления по делам семьи и детей, протеерей Геннадий, начальник отдела по делам несовершеннолетних Одиссей Демурчев, поблагодарили родителей в приемных семьях за их ответственное решение взять в семью ребенка. Не каждая женщина в этом мире возьмется за такую сложную, трудную роль. Вот говорят, да, там платят зарплату или еще что-то. Но я думаю, материальная поддержка – это не то. Это вообще несравнимо с тем порывом, с тем велением души, которое сегодня есть у вас. Елена Моторина – приемная мама. У нее четверо кровных и 12 приемных детей. С самого детства Елена Арифовна мечтала о большой дружной семье. Когда была маленькая девочка, я всегда говорила, у меня будет 10 детей, и я их буду очень любить и никогда не буду обижать. Вот Господь мне дал мне 10, а гораздо больше детей, и я очень счастлива. Эти мамы сделали приемных детей родными, посвятили свою жизнь их развитию и воспитанию. В этих семьях царят добро и справедливость. Детей учат не бояться трудностей и преодолевать жизненные препятствия, поддерживать друг друга и уважать. По традиции в завершении праздника особенные семьи сделали общее фото на память. В Анапе прошел муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель года-2015». Финал конкурса провели в детском садике номер 3. О том, кто вышел в финал и представит Анапу на краевом этапе, расскажет Алина Гумирова. 13 воспитателей детских садов защищали свои конкурсные проекты. В финал вышли трое. Первая претендентка на звание «Воспитатель года-2015» Татьяна Маншилина. Воспитатель детского сада номер 14 «Тополек». Три года работает с малышами. Когда у Татьяны появились свои трое детей, стала работать воспитателем. Потому что я люблю детей. Потому что они очень искренние. И если к ним относиться искренне, они будут отвечать взаимностью. Именно этот процесс мне очень нравится. Конкурсантка Оксана Маркина – воспитатель детского сада номер 1 «Ручеек». Начинала свою педагогическую деятельность в Узбекистане. С 2002 года живет и работает в Анапе. Общий стаж работы – 20 лет. Еще в детском садике Оксана решила – станет воспитателем. Дети непосредственные. С ними интересно. Ты видишь результат своей деятельности. Ты видишь, какими их ты берешь и какие они потом уходят. Очень приятно, что у меня уже стаж летом будет 20 лет, что меня нашли люди, мои дети из другой республики, в одноклассниках. Им уже по 18 лет, что они до сих пор любят, помнят. Третья претендентка – самая молодая участница конкурса. Ирина Гарматюк работает воспитателем в детском саду номер 5 «Волна» 2 года. За это время Ирина прикипела к детям все душой и сердцем. Я очень люблю детей. Я люблю с ними заниматься. Дети – это просто, как говорится, что это бриллиант, который нужно раскрыть, чтобы все его грани сверкали так, как их улыбки. В последнем третьем этапе конкурса воспитателям нужно было успешно пройти два задания. В первом – педагогический экспромт. Конкурсантки проводили занятия с детьми. Во втором – рассказывали о своем педагогическом опыте. После долгих совещаний жюри огласило свое решение. Участников, лауреатов и призеров конкурса наградили грамотами. Победительницей стала воспитатель детского сада номер 5 «Волна» Ирина Гарматюк. Она и представит Анапу на краевом этапе конкурса «Воспитатель года Кубани-2015». Напомним, в пятницу 28 ноября в городском театре патриарший мужской хор Свято-Даниловского монастыря исполнит свои самые лучшие произведения. В программе стихи, народные казачьи песни, романсы. Начало концерта в 19 часов. Сколько веков стоял монастырь, столько в нем пел хор. 28 ноября. Городской театр. 19.00. Патриарший мужской хор Московского Свято-Данилова монастыря. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Пятницу 28 ноября в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 6-8, ночью 4 градуса тепла. Ветер переменный преимущественно западного направления, 2 метра в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы, 766 миллиметров фуртутного столба. Температура морской воды плюс 3 градуса. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Випарт – клуб настоящих модниц.